Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Ой, смех – это сила! Смехом проще добиться успеха у женщин, между прочим, и чем дороже мех, тем проще. Давно известно, что смех съедает лишние килограммы. Сегодня мы постараемся высмеять из вас килограммчиков этак 15! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Страшную историю расскажу, граждане. Покрепче за кресло держитесь. Ужас просто. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня сосед снизу, Шурик его зовут. Постоянно на меня в милицию жалуются, что я его квартиру заливаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Противный сосед этот, Шурик. Я же его каждый день заливаю. Неужели трудно привыкнуть? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На днях хоть было такое. Хотели отметить юбилей сына жены. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, так он по документам совместный сын с женой. АПЛОДИСМЕНТЫ Но... АПЛОДИСМЕНТЫ Не похож. АПЛОДИСМЕНТЫ Ни на жену, ни на меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Чернявенький такой. АПЛОДИСМЕНТЫ Как шахтер забоя. АПЛОДИСМЕНТЫ сказала разговора прекратить сын твой меньше ешь бананы короче у сына была круглая дата 11 с половиной лет мы с тестем нагнали самогоночки для себя на 8 человек впритык 400 литров мы с тестем обрадовались 6 человек не приду чем дураки их звать нам на двоих 400 литров притык разлили самогон в бутыли стеклянный каждый лифтов по 20 поставили в зале сидим смотрим замес телевизора душа поет печень подпевает почки набухают райское эстетическое наслаждение ну не шутка 400 литров счастья перед глазами моргать жалко и тут наш сынок шахтер забоя физзалятку решил сделать взял свои гантели и приперся к нашим бутылям запнулся о ковер и на путь ё-моё женский сын гантели прямо по бутылям ба-бах дынь-дынь-бынь-дынь-дынь-дынь так быстро они разбились все дурные эти бутыли от гантелей не отвернулись даже будто не знали чем они полны на полу озера самогона у меня на уме ни одного приличного слова код-барсик и тот мяукнул матом мяуи и так далее мяуи 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 Лично пришла Психический доктор нам объяснил Так бывает по трезвым Когда человек хотел очень много выпить и не выпил Крыша съезжает Я этому психическому врачу Когда рассказал, сколько мы хотели выпить и не выпили Он сам в свою больницу лёг Мужики у меня на работе, как узнали, сколько у меня его было Сколько мы хотели выпить, сколько утекло Перевели на полстаканы И сказали мне по-доброму Не уволишься, убьём Страшная картина На полу ковёр весь в самогоне На ковре сидит тесть И ладошками гребёт Хе-хе-хе, ха-ха-ха Ку-ку-ку Пришла к тесть в последнюю стадию Ку-ку К путним-то людям Сначала первый приходит Вторая, третья К этому последняя Шестнадцатая Ну я ковёр в ванну Стал выжимать Самогон спасать Вместе с тестем завёрнутым Я тесть тогда хорошо отжал Он два месяца в туалет не ходил Ковёр-то я выжимал А ванну-то заткнуть забыл Где там сообразишь-то Ой, не знаю, как сам дураком не стал Ходил по носке в самогоне и трезвый Как серпом по плохому танцору Самогон, главное Быстро сволочь в пол утекает Щель-то огроменный Шеридос Пьяные дураки Пол стелили Сволочи Кто стелил Мы с тестями стелили Что ж ещё? Часто железом покрыли Главное, когда из щелей пола Тараканы с мышами повылазили Все пьяные, счастливые Усы мокрые на мордах висят Поприлипше улыбаются Мыши наглые Языки показывают коту барсику Вискос его жрут Никого не боятся Обидно, ей-богу С такими довольными рожами Мы с тестем должны были здесь ползать За место мышей Я тогда подумал Такое горе Не дай бог никому Кроме соседа снизу Вот ему дай, Шурику И вот тут до меня дошло Я ж соседа сегодня весь день заливаю Топлю его, гада А он что-то сегодня мокнет молча Я к соседу пошел Иду в подъезде, слышу Этажом ниже, значит, там ниже Шурика Бабка Пути живет Ей 170 лет Ее два раза на кладбище возили Она обратно возвращается Тихо сериалы смотрела Бабка Пуся А тут ожила На весь подъезд поет Уеду я в Америку на зеленом велике Я угадал с первой ноты Мой самогон дотек до бабки Пуси Соседу в дверь стучу Сосед, гад, че, не жалуешься сегодня на меня? Мокнешь, молча Я твою квартиру заливаю Сосед Шурик дверь приоткрыл И говорит пьяным, приятным голосом Меня сегодня дома не будет целую месяц Соседа в квартире под струями моего самогона Стоят тазики, тарелки, кружки, пузырьки А его батя лежит с открытым ртом под самой толстой струей С огурцом в руке У нас в подвале дома библиотека Ей сто лет До нее тоже дотекло За сто лет в этой библиотеке не было столько книголюбов Сколько их в тот день ползал между книгами Ну я психанул, на сосед милицию вызвал Они быстро приехали Быстро разобрались Быстро мне подзатыльников надавали Что поздно их вызвал И уехали В общем, юбилей отметили на широкую ногу Скоро у тестей юбилей Мы теперь канистры копаем Пластмассовые И праздник нам не испортит Никакой физкультурник На нас не похожий Вот так С вас начнем Спасибо вам Благодарю Спасибо, депутат Спасибо вам Спасибо, милая Спасибо Как-то ремонтируется с моим областью Какое количество цветов Спасибо Один мой друг получил красочно оформленное Красиво запечатанное письмо Здесь Удивительно заманчивый текст обнаружился Добрый день Добрый день Вам неслыханно повезло Вчера в Америке Умер миллиардер Компьютер вас выбрал Единственным наследником Поздравляем Теперь вы Обладатель 400 миллиардов долларов Боже мой Подумал Мой знакомый Счастье Какое 100 килограммов золота Вот здесь все четко написано Понимаете А мы ж написанному верим Боже мой Здесь все задокументировано Пожалуйста Видите Очень все официально И это все для вас Тут так и написано Вам нужно только Купить у нас Утюг и фен Как вы думаете Это розыгрыш Или Как теперь говорит молодежь Разводилова Ой Даже и не знаю что сказать Просто Или вот такой случай Жуткий тоже Мужчина сидел себе Спокойненько в ресторане Вдруг вбежал его знакомый Вася К твоей жене Любовник пришел Этот мужчина Стремглав Выбежал из ресторана И попал под машину Очнулся Бедолага в больнице И удивился Ну че я такой нервный стал Ну Ну шо такое Ну ради чего я побежал Во-первых Я не Вася Во-вторых Я и не женат Вот так вот У веселых людей Надо учиться Прежде всего Замечать Хорошие Веселые Стороны Жизни Юмор Дан человеку В качестве Помощника В этом непростом Дели Не, ну вы видели Как они ездят А? Вот мигает Правым поворотником Поворачивает Направо Мигает Левым Налево А где Загадочность? Где игра Воображение? Вот я Я мигаю Правым поворотником Поворачиваю Куда? Налево Сейчас Я вообще Никуда не поворачиваю Я просто Грузью Поворотник задела Ну я наклонилась Мне надо было Колготки На ходу зашить Ой нет Я бы мужикам Права бы вообще Не давала Не, не Слушай Как они ездят Вот на дороге Да? Вот специальные же линии Нарисованы Нет Они ездят Между линиями Вот я Я грамотный водитель Я как нарисована Так и еду По линии А мужиков прям бесит Что грамотный водитель На дорогу выехал Начинает сигналить Бибикует Обгоняет меня Я прям не знаю Это что такое? Я не могу с мужиками Вообще ездить По одной дороге Вот мужики Поднимите руку Кто сюда На машине приехал Поднимите Правильно Одни бабы Ну потому что Мужики на дороге Они лишние Ну честно А что за привычка У мужиков Слушай Понацепляют на машину Такую белую Огоньки И значит Едет Радуется У него все мигает Один за мной гонится Думает Что он ко мне пристал Короче Остановился Выходит Какой у вас Тормозной путь А лицо Килограмм шестьдесят Весит Он наверное Этим лицом И тормозит Я говорю Милый Весь мой Жизненный путь Был тормозной Он говорит Да вы хоть знаете Что такое ПДД Я говорю Да конечно ПДД это в балете Щелкунчик ПДД 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 Ну короче Повысил культурный уровень Мужиков Слушай А как они водят машину Руки вообще Неухоженные Ногти В ужасном состоянии Кутикула Заросла Вот я грамотный водитель У меня ногти В отличном состоянии Накрашены Я чтобы ногти Не сломать Вот так вот водю А гудю я локтем Я уже весь локоть Себе прогудюкала Слушай А вот стоит машина Да Вот сразу видно Что мужская Вот сразу Все убого Передняя витрина Пустая Ни тебе зайчиков Ни белочек У меня Собачки Кошечки Прошлогодние календари Дороги не видно Ни черта Че на дорогу смотреть Слушай А как они иногда едут Едет один И так меня фармит Думаешь что такое Второй Ну какие-то придурки выиграли И третий Я как газанула Ты не поверишь За углом Кто стоит Милиция Хоть бы один предупредил Ой нет Это ужас Слушай А как Пацаны Въезжают в гараж Я один раз Видела мужик Въезжает в гараж Слушай Прежде чем Въехать в гараж Обязательно Открывает Ворота А как они Паркуются Задом Че-че-че Прям вчиснется Травинки не помнёт Нет чтобы киосок свалить Думья Езжай на стоянку Мне сразу говорят Наталья Владимировна Идите домой Мы сами Вашу машину поставим А то после вас Битое стекло Собирать столбы Ремонтировать Идите Идите Нет Пацаны Ну есть же много разных занятий Садоводство Кулинария Ай Шейте дома крестиком На дорогу вам нельзя Вы слушайте И смотрите Как женщина водит Вот вы часто забываете Поворотник включать Я нет Я выехала утром Сразу включила поворотник И только вечером Его выключила Нет у меня конечно Есть небольшие недостатки Я например путаю Газ и тормоз А мама у меня Водитель от бога Ты что Она недавно Врезалась в эту будку ГАИ Оттуда инспектор Выскакивает Говорит Вы что Забыли куда едете Она говорит Да я вообще забыла Что я еду Мужики Они же вообще трусы Представляешь Они обязательно Перед препятствием Тормозят Ночью Фары включают Мужики Вы что темноты боитесь Один меня оставляет У вас машина Под фарынки не нужна Что вы едете Я вас не вижу Я говорю Я не хочу Чтобы меня видели Я сегодня плохо накрашена Нет Мужики Они даже в пространстве Не умеют ориентироваться Я одного спрашиваю Слушай Скажи Как мне проехать Московскую область Он говорит Ты что Совсем С ума сошла Не знаешь Как проехать Московскую область Я говорю Ну я забыла Что тебе трудно сказать Он говорит Конечно Нетрудно Это очень просто Едешь по МКАДу До конца Слушай Я четыре дня ехала Да мы где этот конец Наверное проехала Развернулась Обратно Поехала И только потом Мне сказали Что МКАД Он бесконечен Так что Мальчики Сидите дома Занимайтесь вязанием А дорогу Отдайте нам Настоящим Мастерам Вождения АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что Поехали дальше Как сказал попугай Когда кошка Тащила его За хвост Из клетки Поехали дальше Сегодня мы говорим О юморе Надо сказать Что чувство юмора Часто проявляется У детей Сынок Мама сказала Что ты Вчера Себя плохо вел Да папа Потому что Я вел себя Тебя И еще Дядю Колю Получается так Что большинство Родителей Уже не воспитывает Детей Они их Только Финансируют Сейчас Воспитанием Детей Занимается В основном Компьютер Ну и мобильный телефон Скоро у нас дети Будут считать так 1,2,3,4,5,6,7,8,9, звездочка Ноль решетка К великому сожалению Все чаще и чаще Наши дети изучают Литературу В два прыжка Евгений Онегин На полстраницы Война и мир И того Короче Говорят Даже специальные пособия Сдаются для школьников Чтобы приобщиться К всемирной классике За два дня Не больно Хочется сказать Ребята Достоевский ФМ Это не радио С другой стороны Современные дети Помогают взрослым Узнать много нового Например Каким запасом терпения Те обладают Если все детки Конфетки То откуда Столько редисок Среди взрослых У нас во дворе Вот здесь Вот возле детской площадки Не грех поговорить О воспитании детей Вы знаете Я вам так скажу Раньше искусство Вообще И телевидение В частности Помогало Воспитывать детей Я помню Вот Лично На БВГД Вырос Поэтому Алфавит До буквы Д Знаю Хорошая была БВГД А сейчас По телевидению Просто Ёпарасетейка Сейчас наши Детишки Так просвещаются По телевидению Такую академию Проходят Что вы Раньше Это Было До 16 Смотреть нельзя А сейчас Все лучше Детям Детское Шампанское Уже выпустили Представляете Скоро Появится Наверное Детская водка А там Глядишь И детский Рассол Появится Чего там Давайте Все лучше Детям Мы даже Не вдумываемся Этот телевизор Это как Капкан Что ли Очень серьезное Воздействие Он оказывает Они же воспитаны На этих Джаги-джаги Муси-пуси Мармеладный Мой Я как-то Увязался С ними На концерт Пошел На этих Знаменитых Трататушек Слушайте В зале Сплошной Молодняк Стоналки Кричалки Экстаз Спрашиваю Одной Угоревшей Девчушке Девочка Ты учишься? Она говорит Нет Я уже умею Что она умеет Живут Без мечты Правда У моего Есть мечта Он мечтает О мобильнике Третьего поколения Я это так понимаю Два поколения Копили деньги Третий покупает А что вы хотите Недавно Нашел У своего В дневнике Запись Вчера Проводил Беседу С отцом На сексуальные Темы Дуб Дубом Ужас просто Ну а сейчас По телевидению Сплошные Прозрачные Проекты Окна Стекла Дом Сейчас появился Еще там Что-то такое Моя жена Как-то Заглянула Под это стекло Полдня Оторваться Не могла Потом говорит Какой позор Какой стыд Безобразие Пошлость Я говорю А что ж ты Полдня Оторваться Ты не могла Она говорит Я не туда Смотрю Куда ты Смотришь Я им В глаза Хочу посмотреть В школах Девочки Мальчиков Уже Не волнуется Девочки Для них Уже не прекрасные Феи А куча Молекул Ха-ха-ха Да и девочки Раньше Мечтали Побыстрее Замуж Замуж Выскочить А сейчас Вот Недавно Моих знакомых Собственная дочь Удивила Замуж Говорит Не пойду С вами Жить буду У вас У вас Наверное То же самое Я понимаю Я понимаю Ну это удивительно Как они Реагируют На все эти Фильмы Мозгов то Собственных Нет еще Вот значит Подражают Этим Мачо Мой уже Не просит Просто так Чаю Он Как то по своим Пап Замочи Пакетик У нас На кухне Висела памятка Значит Поел Помой посуду Он ее Отредактировал Принял Корм Убери корыто Я бы сказал Сознательно Как то в себе Нахальство Выращивает Недавно Он в каком то Театре был Значит На концерте Может быть Не знаю В буфете В антракте Купил значит Пирожок с мясом И спрашивают У буфетчицы А это мясо Внутри пирожка Оно раньше Лаяло Или мяукало А у той Видимо тоже дома Такой оболтус Растет Она ему говорит Нет Оно раньше Всякую фигню Спрашивало Папа говорит У меня к тебе Два вопроса Можно ли мне Получать Побольше Карманных денег И второй Почему нет Как-то захотел Его выпороть Ты можешь Меня бить Папа Но учти Я все вымещу На твоих внуках Такой умный А когда его Дружок Вадик Ногу подвернул Он позвонил В скорую И закричал Скорая Побыстрее Призвоните мне А то я по мобильнику Говорю Хитрющий Недавно Звонит Значит Жена Подходит Алло Мам Позови Папу Алло Пап Спартак Выиграл Да Конечно Дай маму Алло Мам Папа Разрешил Ты ж Слышала АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и что ты С ним Будешь Делать Хитрющий Недавно Спрашивал Как дела В школе Он мне не хочет Сказать Что остался На второй год Он говорит Контракт С пятым Классом Продлен еще На год АПЛОДИСМЕНТЫ Ужас Кались Сынок Ты куришь Калюсь Пап Калюсь АПЛОДИСМЕНТЫ Пап Одолжи нам С девушкой На вечер Автомобиль Бери Но в нем Нет бензина А нам И не надо АПЛОДИСМЕНТЫ Телевизор Это великий Гипнотизер Помните Когда-то Кинули Клич Позвоните Родителям И Тысячи Спохватившись Начали Звонить Своим Папам И мамам Сейчас Тоже Хочется Крикнуть Берегите Детей Чтобы Родители Вспомнили Эту простую фразу Детям До шестнадцати Смотреть Не разрешается АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Наличие чувства юмора помогает легче пережить отсутствие всего остального Правда, сейчас появился новый тип юмора Табуреточный Его атрибуты плоский, дубовый, грубо отесанный, дешевый Расположен он в том месте, которое находится на этом табурете Как говорил мой друг, замечательный афорист Илья Шевелев Юмор бывает блестящим и матовым Последний доходчивее Чувство юмора есть у всех Разница в глубине залегания И еще, чувство юмора очень помогает в трудную минуту Жаль только, что в такую минуту оно, как правило, куда-то улетучивается В Долбачосовском театре тоже есть свой драматург Виктор Шняга Похоже, сегодня он принес нам свое новое произведение Пойдемте, я познакомлю вас с режиссером Михаил Анатольевич Да, да Это наш драматург Виктор Шняга Я боюсь, он написал новое произведение Это вы режиссер из Москвы? Угу Здравствуйте Здравствуйте Можно я вам свою пьесу почитаю? Можно, но давайте не сейчас Я в творческом поиске нахожусь Вы знаете, ему лучше не отказывать Хорошо, я послушаю Ну, в таком случае, не пуха вам Прощайте Угу, хорошо Вы знаете, я так рад, что вы согласились меня послушать Вам обязательно понравится Я эту пьесу еще в тюрьме начал писать В тюрьме? Ага А за что вас посадили? За убийство режиссера Он уснул, когда я ему пьесу читал Ну что, приступим? Да, конечно Давайте Давайте приступим А у вас много? А вам что, уже не интересно? Нет, нет, что вы Скорее наоборот Начинайте, прошу вас Драма в 25 действиях с прологом и эпилогом Ё-о-о 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 Занавес открывается На сцене стоят декорации Смеркалось Вечерело Солнце садилось Вы что-то сказали? Хорошие начало Смеркалось Вечерело Солнце садилось Крестьянка Фёкла Тихо укладывала младенца И напевала И моя радость усни В доме погасли огни Птицы заснули в саду Рыбки уснули в пруду А не могли бы вы перейти сразу к сюжету? Давайте опустим колыбельную Но колыбельная очень важна для развития сюжета Да? А сколько там куплетов? Вы говорите Четырнадцать Спи, моя радость Усни В доме погасли огни Птицы заснули в саду Рыбки уснули в пруду Дверь ни одна не скрипит Мышка за печкою спит Лягушки заснули в воде Дятел спит на сосне А я не понял, вы почему глаза так выпучили? Вас что-то удивляет? Танец засыпающего младенца Я вам сейчас покажу Значит, младенец подходит к своей колыбели И, значит, поправляет подушку И начинает танцевать Вот так Повторите, о чем я читал Что вы говорите? Я говорю, повторите, о чем я читал Что-то я запамятовал, знаете Тогда я начну сначала Смеркалось Вечерело Солнце садилось Христианка текла Тихо укладывала младенца И напевала Спи, моя радость, усни В доме погасли огни Птицы заснули в саду Рыбки уснули в пруду Дверь ни одна не скрипит Мышка за печкою спит Лягушки заснули в воде Дятел спит на сосне Ёжики в норке храпят Собачки в будке сидят Свиньи в курятнике спят Кошки в окошке храпят Коровы в свинарнике спят Месяц на небе блестит Месяц в окошко глядит Белка храпит в тупле Дятел уснул на сосне Коровы в свинарнике спят Кошки в окошке храпят Глазки скорее сомкни Ты моя радость усни Вы не находите, что песня Несколько длинновата? Нет, нет, что вы Я всегда с тобой топорик ношу Люблю, знаете ли, на досуге Дрова поколоть Он пусть под рукой будет Вам не мешает? Нет, ну что вы, скорее наоборот Тогда я продолжу Мышка за печкою спит Жучка в прихожей храпит Жучка в прихожей храпит Мышка за печкою спит Глазки скорее сомкни Спи, моя радость Занавес Великолепно Замечательно Просто феерически прекрасно Я вас поздравляю Очень хорошее произведение Будем ставить Действие второе Даныш открывается На сцене стоят декорации Второго действия Светало Солнце вставало Крестьянка щекла Весело будила малыша И напевала Эй, моя радость Проснись Ручками ты потяни Вы знаете, я в этом месте Тоже всегда плачу Ручками ты потянись Ручки ко мне протяни Да шейку меня обними Что вы делаете? У меня тут еще 50 куплетов Ну знаете Если бы я знал, что такое отношение к авторам Я бы никогда Ни за что Вы знаете Ни за что и никогда А еще в московский режиссер Столичный рвач Пфу! Ну-ка стой! А жизнь зачастую сама смешит Вот, например, исторический справочник Ценник Для нашей молодежи, чтобы знали Я-то на всю жизнь запомнил Одна копейка Коробка спичек Две копейки Позвонить девушке Три копейки Стакан воды с сиропом Четыре копейки Позвонить девушке И один раз Не туда попасть Пять копейк Стакан семечек Маленьких Черненьких Вкусненьких Или Один проезд в метро Семь копеек Фруктовое мороженое Одиннадцать копеек Искему на палочке Двадцать две копейки Мороженое шоколадное Ленинградское Пятьдесят шесть копеек Один доллар Один рубль Двенадцать копеек Два доллара Два восемьдесят семь Ну, даже переводить не надо Три шестьдесят две Четыре двенадцать Три бутылки водки Разных времен Сорок пять рублей Повышенная стипендия Бешеные деньги Сто шестьдесят рублей Цель жизни Лучше грязными Четыре тысячи Однокомнатная Кооперативная квартира Пять тысяч Жигули Восемь тысяч Волга Пятнадцать тысяч Десять лет С конфискацией Один миллион Нет такой цифры Нет Иду как-то Мимо гастронома Дай, думаю, зайду В виноводочную Вдруг там распродажа Смотрю На прилавке водка стоит А на ней цена Глазам не поверил И вы сейчас не поверите Три шестьдесят Цирк Цирк какой-то Да Я пощупал лоб сначала себе Потом продавщице Думаю Или они что-то задумали Вообще Анекдот какой-то Ну, может, на компьютер Не на ту кнопку нажали Я не знаю, чего Дай, думаю Переспрошу у нее У продавщицы Девушка, говорю Я что-то не разглядел Хе-хе Ха-ха-ха А сам думаю Если не расслышу По ее губам Прочитаю Че она говорит И вот этот рот Продавщицы Говорит Три шестьдесят Две Вы знаете Еще не купил А настроение уже улучшилось Невольно почувствовал себя Абрамовичем Надо же, думаю Может быть Может быть Правду по телевидению Говорят Жизнь улучшается Если водка Стала Три шестьдесят Две Значит Мясо должно стоить Два рубля Килограмм Получается Бензин Четыре копейки Абрамовичем Абрамовичем Ха-ха-ха-ха Ух-ху-ху-ху Или это временно Ага Временно Мясо думаю Надо будет купить Купить мясо Надо Купить и заморозить Килограмм двести Фокусы кончатся А мясо-то останется Хе-хе-хе Водки куплю Две бутылки Три бутылки Нет Пёс 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 Пять на три шестьдесят Две это сколько же Восемнадцать десять За пять бутылок Водки Сдаюсь И вот тут Я сообразил Девушка спрашивает А где у вас Скрытая камера Она говорит Да кому ты нужен Про тебя ещё Кино снимать Чё брать будешь Её буду Её Родимую И не только её Всё Всё буду А почём Она психанул Написано Я говорю На заборе тоже написано Можно потрогать Она говорит Я замужем Я говорю Мне водку потрогать По три шестьдесят две Я её сто лет не трогал Ура Жизнь хорошая начинается Видно правду говорят Ой Зубы вставлю Ну это раньше Каждый зуб стоил Как вся человеческая жизнь Сейчас Тёще глобус куплю Пусть мир поглядит Продавщина говорит Ты ещё главного не видел И как выложит на прилавок Ценники Селёдки Селёдки и васид Руб девяносто Пряники Девяносто копеек Краковская колбаса Дорого Три тридцать Бычки в томате Тлицать ли копейки Да не за каждый глаз За всю банку Девушка Говорит Вы что совсем тут Да Она говорит Сама ничего не пойму Утром на работу пришла На прилавке Все ценники новые Я говорю Раз такое дело Слушай Дай мне пять минут Времени И скажи Чтоб за мной Не занимали Ну через три минуты Мы с женой Из магазина Всё вынесли Я даже хотел Продавщицу Прихватить Жена Начала возражать Зачем нам В семье Лишний рот Я спорить не стал Хотя Роту продавщица Красивый Произносит Три Шестьдесят Две Ну привезли Продукты Домой Потом побежали На Красную площадь Сказать Большое человеческое Спасибо Потом побежали В Госдуму Мы с женой Депутатов Ловили За руки Держали А теща Целовала Иг В засосе Пришли домой Накрыли стол Теща За них Даже Помолилась Впервые В истории Нашей страны Господи Говорит Это же Надо же Хорошо И Родина Сошлись В одном месте Ну не успели Выпить Звонок В дверь Открываем Михалков Стоит Никита Сергеевич Кинорежиссер Вы охламоны Что вы делаете Я вам Глаз Сейчас Натяну Слушайте Несмотря на то Что председатель Фонда культуры А изъясняется Очень понятно Как простой Грузчик Теща увидела Как зарет Царь приехал Сразу В бессознанку Сколько Радости В один день Барин Ты чего Возмущаешься Ты зайди Того Этого Выпей Объясни Поднес ему Михалков Выпил Зашел Опять выпил Успокоился И говорит Господа Я тут хотел В магазине Снять сцену Для нового фильма Утомленный солнцем 48 серия 60-е годы Прошлого века Продукты Завезли Цельники Написали А продавщицу Не предупредили А тут Вы Налетели Я говорю Барин Ты нас тоже Пойми С такими ценами Надо охрану Вокруг магазина Ставить Собаки С ракетами Милиции С крокодилами Ты нас Пойми Михалков Все понял Но продукты Унес Нам оставил Банку бычков Под 30 копейки На память Долгую Вы знаете Я бы в каком-то месте Хотя бы один магазин Такой Оставил Где Селедки и Васи Руб 90 Как прежде Караковская 3.30 Пряники 90 Мясо 2 рубля 20 копеек Чтобы люди Видели Где и когда Мы проскочили Коммунизм Обещали Но не дали КОНЕЦ 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 Если человек Относится Несерьезно К серьезным Вещам Он Глупец Если человек Относится Серьезно К несерьезным Вещам Он Зануда Но когда Человек Совмещает Эти два Качества Это уже Юморист Слушай Не иначе Как народ Умом Тронулся Слушай Толком Ничего Объяснить Не могут Вот вам пример Встречал я Девушку На платформе Сестрорецк Ветку Сирени Сорвал по дороге Стою Жду Ровно в 22.40 Точно По расписанию Подходит Электричка Я с цветами Из вагона Вылетают Трое Орлов И ни слова Не говоря Начинает Меня мутузить Да так Что слова Не вставишь Стоянка Ровно минута Точно По расписанию Бить Кончили Скачали В тамбур Говорят Передай Серему С ним То же самое Будет Слушай Откуда Не знать Какому Серему А Электричке Слет Простил Слушай Целью Неделю Пролежал Пока Заживу Ну А сам Думай Ну Не в сумасшедшем Доме Живем Может Что-то Очень Важное А Серия Не в курсе Когда Зарубцевалась Опять Пошел На эту Платформу Опять Девушку Встречать Ветку Сирени Сорвал По дороге Стою Жду А сам Думаю А что Если Ветка Сирени Это Условный Знак Кто Светкой Того Бить От Греха Подальше Сирень Выбросил Ровно В 22 40 Точно По Расписанию Подходит Электричка Опять Трое Орлов Вылетают Снова Отделали За милую Душу Говорит Передай Серему С ним То же Самое Будет Я Хотел Переспросить Какому Серему Но Без Зубов Жене Поговоришь Две Недели Пластом Пролежал Ну Как быть Думаю Надо Срочно Искать Серого Пока Еще Живой Поспрашивал Соседей Оказывается Есть Такой Бандит По имени Серии Все Знают Улица Школьная Дом 42 Корпус 3 Квартира 287 Четвертый Этаж Пятый Подъезд Звоню Дверь Открывает Вот Такой Мужчина Я Как Его Увидел Сразу Понял Серии Жалко Только Что Мне Досталось То Что Ему Полагалось Я Я Так Интеллигентно Спрашиваю Я Очень Извиняюсь Это Вы Товарищ Серый Будете Он Говорит Я А Какие Вопросы Я Вы Вы На Меня Внимательно Вглядитесь И Учтите С Вами То же Самое Будет Серий Даже Обрадовался Угрожаешь Падла Не В Одиночку Меня Так Отметили Что Тем Троим Даже Не Снилось Я Когда Дышать Начал Я Говорю Зря Вы Так Распоясались Товарищ Серий Ребята Просили Передать Я Передал Он Говорит Какие Ребята Покажи Я Говорит Показать Смогу Только Через Две Недели Ну Договорились Через Две Недели Он Заезжает За Мной На Мерседес И Прямо С Больницы Поехали На Платформу Ну Я Чтоб Накладок Не Было Букет Сирени Вручил Серым Главно В 22 40 Точно По Расписанию Подходит Электричка Из Вагона Как Кукушки Из Часов Вылетают Трое Орлов Но Я Успел Сказать Вот Серый Серый Пиджак Скинул Дядь Пацаны Какие Претензии Эти Орлы Крылья Сложили Говорят А нам Другой Серый Нужен Извини Братан Что Перепутали Этот Тип Явно Что-то Напутал И Пальцем На Меня Показывать Слово За Слово Они Помирились А Дружба Как Известно Скрепляется Кровью Четвером Они Из Меня Отбивной Котлеты Сделали Хорошо Что Рядом В это Время Омон Проезжал Товарищ Я Так Скажу Пока Есть Омон Можете Спать Спокойно Эти Омоновцы Вмиг Всех Раскидали В разные Стороны Всех Раскидали А мне Врезали Так Что 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 Только На Вторые Сутки Я Понял Что До Этого Меня Не Били Доктор сказал, что еще два года искренне будут. Но вывод я сделал. Если кто-нибудь на улице меня когда-нибудь спросит, который час, я ноги в руки и бежат. Голыми руками меня уже не возьмешь. Как говорится, от греха подальше. Мой приятель мне забавно заметил, у нас все болезни лечатся водкой. От одних болезней нужно ее пить, от других не пить, ни в коем разе. А от некоторых надо только растираться. Герои следующего романа предложили выпить, и он не отказался. А зря. Потому как дело происходило на ответственном мероприятии, на котором он фигурировал как спонсор и должен был отрекламировать свою продукцию. Вкуснейшие, ароматные фрикадельки. Но коньяк сработал как детектор лжи. И послушайте, что получилось. Той же мне продукция. Разрешите презентовать наше акционероприятие фрукаделька. Который является лидером фрукадельного бизнеса. Наша фигня... Присосуя название товар года. Какой товар года? Это гадость года! Наша фрукаделька изготовлена из мяса молодых бычков. Видели бы... Видели бы вы этих бычков... Молодых! Они все седые... И каркают. Изготовлено новейшим лицензионным оборудованием. Ага. Три бомжа на ржавой мясорубке. Рубят эту гадость. Слушайте, это такая гадость ваша. Я нечаянно принес домой одну эту... Круглую мерзость. Она прилипла мне. Кошечка. Муреночка. Подошла, понюхала. Все, судороги. Не уберег. Невинную душу. Сгинула. Косеночек была. 14 годиков. Нежные конс... Синстенции. Крокоделька систематически... Находится нежно. Гвозди. Глазозубцы. И спецодежды. Кстати, звонили с ассоциацией самотологов. Благодарили. Мы, говорит, загребаем большие деньжищи. Потому что с вашей фуфлодили люди не только зубы ломают. Они еще вывехивают челюсть. Благодетели, говорит, наш. Чтоб вам всем все. Как этим... Молодым бычкам. Используются только натуральные ингредиенты. Это правда. Опилки, бумага, цемент. Цемент идет вместо яйца. Выполняют фугу. Все это. Лейца. Опробовали без сцены-то? Не леплюсь, ага. Это такое капризное. Тут еще указывают на швежая зелень. Зелень появляется естественным путем на восьми сутки. Исущительно серильное производство. Исущительно. Это правда. В леплильном цеху Леплильщики. Леплиль в этих... В противогазах. Некоторые надевают даже два противных газа. Но все равно пробивают. С добавлением витаминов. Я не могу. Витамин. Ну кто вам будет пихать туда витамин? Ну вы подумайте свою... Фуфлодейка. Ну... Единственное, что там попадается? Это кулевы и перья молодых лохов. Бычков. Выдан суррогат... Сертификат... Какажестра. Какая-то, да. Это... Правильно. Это сан... Санописистанция признала нашу продукцию бактериологическим оружием. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это у меня главное в колпаке это такое... АПЛОДИСМЕНТЫ Схоронили. АПЛОДИСМЕНТЫ А я предупреждал, не трогайте. А она туда вилочкой. Вилочкой. А почему, говорит, в цеху гнезда летучих мышов? АПЛОДИСМЕНТЫ А почему они сверху подглядывают? Потравите их, черт твою мать! Я говорю, мы... Загрыз спис. Берегом зверов. А она говорит, ну они же, говорит, могут попасть в фарш! Я говорю, почему это могут? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это более 70% наших продуктов. АПЛОДИСМЕНТЫ Они идут как специи. АПЛОДИСМЕНТЫ К мясу молодых охлам... Бычков этих. АПЛОДИСМЕНТЫ Что тут кукачило? Карамендация к употреблению. Разогреть, подогреть, выкинуть нафиг от греха. АПЛОДИСМЕНТЫ Лучше умереть естественным способом, чем от наших этих фуфлоды. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу, кстати, предупредить. Некоторые настырные молодые бычки летают возле атомных станций. АПЛОДИСМЕНТЫ И кулюют наглым образом стеронцы и плутони. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому, у кого аллергии на струнцы и плутоник... АПЛОДИСМЕНТЫ вранье! Я вам должен был впарить эту гадость! Ни за что! Ассо! Афорист Даниил Рудой считает, что если человек лишен чувства юмора, значит, было за что! Действительно, рассуждают другие остряки, мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Даже не разговаривает. Я недавно на телефон ему позвонила и три часа рассказывала, как я пять минут на такси ехала. Смотрю на телефон. Три часа как телефон отключил. Минуту со мной поговорил и выключил телефон. Ну нельзя же так, правда? Поговорить с женой можно же, да? Что им там делать-то на охоте? На подводной. Я к подруге говорю, слушай, муж меня вообще не слушает. Может у него другая, а? Подруга говорит, да ты не парься, надо его проверить. Я говорю, а как проверить? Она говорит, да просто. Ночью муж будет спать, ты его по голове книгой долбани, войной и миром. Если он тебя на помощь позовет, значит нет у него никого. А если другое женское имя проорет, значит ты его правильно долбанула. Можно добавить. Я говорю, ты что? Ты что? Ему же больно будет. Он говорит, да ты не парься. Женатые они крепкоголовые. Вот я своего мужа в год по 10 раз на верность книгой проверяю. И ничего, еще лучше стал. Внимательнее. Раньше бывал кроссворды, быстро отгадывал, теперь не торопится. Внимательно читает вопросы. Теперь ему одного кроссворда на год хватает. Детского. Я думаю, а что, может правда? Может так мужчин проверяют на верность? Ночью подошла, муж спал. И книгой по голове, как зашарашу. Он только меня на помощь звал. И по имени, и по отчеству, и по матери. В основном по ней. Я так поняла, что нету у него никого. Кроме меня и моей матери. Потому что он трое суток только мое имя орал между матов. Выходит, я для него и отец, и мать. Ну, разговаривать-то он со мной не начал. Я опять к подруге. Она говорит, слушай, ты не парься. Я думаю, знаешь что, мозг твоего мужа к твоему голосу привык. Понимаешь, он не реагирует. Ты попробуй с ним разговаривать другим голосом, а? Басом попробуй. Я думаю, надо попробовать. Муж на кухне ел. Я тихонечко сзади подкралась. И на ухо ему басом все, что в голову пришло. Кушай, милый, на здоровье свой бештек с вампирской кровью. Что ж ты, милый, жрешь и жрешь, а меня не узнаешь. На него котлета в горле застряла. Вместе с вилкой и рукой по локоть. Он со мной вообще перестал разговаривать. Я опять к подруге. Она говорит, ой, да ты не парься. Ты знаешь, что я думаю? Вы с ним как-то ровно живете. Надо его как-то вывести из равновесия. Вот я помню. Мыла окно и все кактусы с подоконника на диван поставила. Муж на них с разбегу и прилег. Знаешь, как он меня внимательно слушал, пока я ему иголки из языка вытаскивала. Вот ты попробуй ему что-нибудь такое, отшараш. Но я думала, что ему такое сделать. Девочки, от сюрпризила тоже. Я пригласила китайского иглоукалывателя. У мужа же хандрос. Ну вот, он спал. А китайец очень опытный. Он ему в тело воткнул сразу пятьдесят иголок. Слушай, я никогда не видела, чтобы люди вспрыгивали с кровати, оттолкнувшись ушами. Я опять к подруге. Она говорит, ой, да ты не парься. Сделай ему какой-нибудь подарок. Знаешь, чтобы он прям обалдел. Чтобы вот так рот открыл и не закрывал. Ой, я думаю, что за подарок-то ему такой сделать? Думала, думала. Придумала, девочки. Я на двадцать третий февраля ему такой подарок сделала. Я у него в гараже убралась. Столько ненужного на свалку выбросила. Столько железяк перетаскала. Ой, устала, прям дышать не могла. А муж, когда гараж чистый увидел, он рот то открывал, то закрывал. Глаза скосил и долго выл. Ну, не знаю, что ему не так. Может, ему не понравилось, что я на воротах гаража шторы розовые повесила. У меня опять подруга такая. Ой, да ты не парься. Знаешь, я что думаю? Ты как-то выглядишь скучновато. Ты должна выглядеть бодро, как бурановские бабушки. Понимаешь, как пожиратели йогуртов в рекламе. Это просто. Надо каждый день обливать тело ледяной водой. Холодный-холодный. Попробуй. Ну, я настроилась и попробовала. Облила тело ледяной водой. Холодный-холодный. Это меня очень взбодрило. А тело сильно орало. Ну, в смысле, муж орал, как сумасшедший. Я же его тело холодной водой облила. Подруга, для бодрости свое тело надо обливать. Я говорю, не знаю. Я тело мужа холодной водой облила. Меня это очень взбодрило. Особенно, когда он по квартире мокрый метался. Глазками хлоп-хлоп. Ножками шлеп-шлеп. Бежит, спотыкается. Падает, шлепает, как пингвин. Ну, потом, через неделю, мы с мужем на дачу поехали. Ну, я сижу за рулем. Читаю женский журнал. Знаешь, интересно так. И рассказываю сразу мужу, о чем читаю. Ну, рулю читаю. Это мне не мешает краситься. А рулю нормально, одной коленкой. И радостная такая, потому что муж на меня прям в очках уставился. Смотрит, не моргает. Два часа он меня слушал, девочки. На дачу приехала, а он, оказывается, всю дорогу спал. Просто очки надел с нарисованными глазами. На рынке купил, представляешь? Ой, я не могу. Я опять к подруге. Она говорит, господи, опять. Да ты не парься. На вот тебе траву. Она усиливает внимание. Завари и дай мужу выпить с чаем в обед. Поняла? Я говорю, поняла. Заварила эту траву. Дала мужу выпить в обед. Вечером подруге звоню, говорю, что ты мне за траву-то дала? Она говорит, нормальная трава. Ее дают с собакам на границе для внимания. Мне дал один знакомый пограничник. Обалдеть. Я думаю, что мой муж три часа по квартире ползает, все нюхает. Нюх уже стер, усы облезли, брови, глаза закрыли. Я его зову, а он рычит, лапами паркет роет, отрывает и туда котлеты засовывает. Ой, слушай, я так расстроилась, что прям целый день ничего не ела. Только шоколадки, печенье, тортик и сардельки. Подруга пришла мне домой успокоить. Посмотрела на квартиру, говорит, о-о-о, все поняла. Ты не парься. Слушай, у тебя в квартире все не по феншую. Феншуй придумали китайцы. Принцип такой, чтобы хорошо жить, надо мебель купить и правильно установить. Он у моей подруги муж пил. Ха, оказывается, табуретка неправильно стояла. Муж сразу пить бросил, когда она эту табуретку поставила правильно, прямо мужу на голову. Со всей силой. Феншуй вещь. Нету в доме феншуя, значит нету там любви. Короче, подруга сказала, что кровать, на которой мы с мужем спим, стоит в неблагоприятном по феншую месте. А вот в комнате сестры там место благоприятное для любви. И понимание. Я говорю, правда, здесь место благоприятное. Здесь сестра год жила, 18 раз замуж выходила. Там место благоприятное, там окно выходит прямо на воинскую часть. Но пока сестры дома не было, мы нашу кровать перетащили в комнату сестры. А на место, где кровать стояла, поставили старый диван. И собаку я с дачи привезла, она на этот диван и легла. Но я лежу на новом благоприятном месте, жду страстных новых отношений. Ой, мужа нету и нету, нету и нету. Ой, пришел домой поздно, с рыбалки, хорошо нарыбаченный. И в темноте поперся, но неблагоприятное по феншую место. Лег, собака его начала лизать. Полный феншуй. И вдруг муж, он же не трезвый, собаку стала моим именем звать. Ира, ты сегодня какая-то не такая. Молчаливая, ласковая. Я молчу, собака тоже молчит. Даже диван не скрипит. А вот Ира, такая ты мне нравишься. Как бывал в молодости, молчим, целуемся, помнишь? Собака молчит, она же не помнит. А он вдруг говорит, Ира, а тебе денег хватает? Ау! Я чуть не заорала. А собака, она мне помогла, она завыла. Как будто кобеля лет пять не видела. Он говорит, понял, Ира, будут тебе деньги. И назвал 15 заначек на одной только кухне. А потом вдруг говорит, Ира, а может тебе шубу купить, а? Я же обещал тебе шубу купить. Ой, я думаю, что делать, шуба пролетает. Все, все, никогда больше не купит. А собака, она же женщина, она взяла его и лизнула. Он говорит, понял, Ира, купим завтра тебе шубу. И заснул. Ой, а я на новом благоприятном месте от счастья захрапела. Ой, через несколько дней подруга звонит, хотела мне совет дать. А я ей говорю, теперь ты сама не парься. У меня муж, лучший в мире муж. Шубу купил, денег дал, стиральную машину починил, сам готовит, стирает, моет, убирает и золото дарит. Нет, ничего не делала. Просто 10 минут помолчала. Так что правильно народная мудрость говорит, молчание золото. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот такое объявление. Продам лишний вес размером 30 кг. Лишний вес молодой, упругий, выкормлен только лучшими продуктами. Колбаска, пирожки, картошечка. Лишний вес согреет вас в самые лютые морозы. Придаст вам шарм, статность, уверенность и внушительность. Одной из наших героин спросили, колбаску будешь? Она пробормотала. Я вегетари... 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 Буду! И действительно, она ела совсем как птичка. Половину своего веса в день. Девочки, заходите в зал, начинаем занятие. Девочки, заходите в зал, начинаем занятие. Так, внимание, встаньте ближе. Вы сюда потом встаньте в одну шеренгу. Первое упражнение. Поставили ноги вместе. Посмотрите, ноги вместе стоят. Началось крю-крю-шоу. Ольга Эдуардовна, ну не дано их вам увидеть. Бесполезно. У вас не получится. Вау. Алисов за зеркальем. Свет мой зеркальце скажи, мои копыта покажи. Я вообще не понимаю, насколько этот кусок сала ходит в наш элитный квитнес-клуб. Не, ну это не баба, а опухший гном. Ольга Эдуардовна, вы же обещали сбросить живот. А я сбросила. Потом покушала, она опять надулась. Убила бы. Молодцы. Начинаем ходьбу на месте. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По долинам и по взгодям Сладьи визия умерла. Опа. Поросенок на дискотеке. Ольга Эдуардовна, вы же обещали похудеть. Кстати, у меня есть рецепт для похудения. Называется печенье диетическое. Да. Берем 18 яичек, две пачки сливочного масла, четыре банки сгущенки, лук, зеленый горошек, майонез. Потом это все укладываем красивенько и очень... Тамара Петровна, не возбуждайте Ольгу Эдуардовну. Она же повернутая на еде. Кушать, кушать, где кушать? Нигде, не все. Тетя пошутила. Шутка. Продолжаем занятия, девочки. Приставным шагом поскакали. Показываю. Раз, два, три, хлопок. Раз, два, три, хлопок. Начали. И... Да, Петровна! Ну, фиг ли вы вцепились в свой баул? Это у меня спортивные принадлежности. Спортивные принадлежности. Да. Да. Ольга Эдуардовна. След. Колбаска! Тамара Петровна, мы заговорились, не есть на тренировке. Я домой несу, домой. Я дома буду есть. Да ну, брысь ты, брысь! Молодцы! Девочки, начинаем вращение головой. И... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Э-э-э-э-э-э! Ловите эту бобку! Она сейчас всё разнесёт! На шатырь! На шатырь! Колбаска! Било бы! Стоять! Молодцы, девочки! Сейчас качаем мышцы груди. О, а у меня есть мышцы. О! Две горы! Две скалы, понимаешь? Я ими орехи каю. Ха! Не горел! О, ой, колхоз! Тамара Петровна, грусть дана совсем для другого. А для чего другого? Ну, для кокосов! Это милая! Кокос! Хэй, хэй! И два балунки! Хэй, хэй! И два балунки! А? У вас классный орехокол. А у этой только арахис щёлкут. Какой арахис? Семочки! Хэй, хэй! Следующее упражнение. Упражнение «Весёлые гуси». Ольга Эдуардовна, как вам не стыдно, вам же нельзя жирное. Вам вообще худеть надо. Вообще, девочки, сейчас актуально питание по гороскопу. Вот я, например, телец. Мне нужно есть зелень, травы. Подожди, 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 а если я рак, так я что, должна есть всё протухшее? Хэй! 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 Я не так худею. Я беру веточку и сверху для красоты. Молодцы! Начинаем упражнение «Ласточка». И... Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Слышишь, ты, ворона, делай ласточку. Ласточку. Не дай бог, такая ласточка на голову спекир. Верная смерть. Убила ты. Ольга, Оленька, вам нужно пить средства для похудения. А что, я пью средства для похудения? Пью, называется, чай для похудения, ничего. Чай? Да. А как вы его пьёте? Как, как, как? Ну, как люди пьют чай. Конхветы с пирогами, 18 яичек, потом четыре... Тамара Петровна, мне кажется, что у вас вместо мозгов 18 яичек. Слышишь, яичек. АПЛОДИСМЕНТЫ Эй! 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 Удаление с поля А тебя на сало Напоминаю подключившимся Сегодня у нас юморное настроение Поэтому мы смеемся над собой Над жизнью Для того, чтобы выдохнуть из себя весь негатив Молодцы Следующее упражнение Веселая карусель Поставили палочки и Побежали, 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 побежали Делаем и И Ольга Эдуардовна Сказали бегать вокруг палочки Поставили и побежали Будете быстро бегать Дадим колбасу Дадим Все Отбегалась Слушай, а давай устроим поминки Какие поминки? Вы заговорились не есть Не этические У меня с собой Поворот Хлопок Поворот Хлопок Делаем И А можно я сделать только то, что запомнила? Делайте, конечно Ольга Эдуардовна, у вас куточки уже, наверное, жиром заклыло Шарики Бр-бр-бр-бр Не катаются Ай, убила бы Ужас А вы попробуйте, Тамара Петровна Сами попробуйте Что вы, да Тамара Петровна А что тут пробовать? Нечего пробовать Пожалуйста Ша Ха 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 Потом Раз, два, три Раз А я все Девлюсь А я с дней А я все Девлюсь А я с ней Я с тобой А я варусь Эй Молодцы! А сейчас упражнение лёжа. Возьмите коврики. Постелите. И ложитесь. Вы должны полностью помещаться на коврике. Ольга Эдуардовна, не льстите себе. Вы же там не поместитесь. Дохлый майский жук. Убила бы. Итак, показываю упражнение. Упражнение называется «Велосипед». Кипец. Угу. И поехали, 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 поехали. Поехали. Опа! Уперед! Дорогу! Давай начнем! Уперед! Давай начнем! Куда поперли, Ольга Эдуардовна? Куда вы тянетесь? Опять жирного захотелось? Вам же нужно есть морепродукты. А чего это такое морепродукты? Ну чего, ну проезжаешь на море, раскладываешь себе продукты, салу, помидорчики, курочку, восемнадцать и ищу. Молодцы! А сейчас, девочки, упражнение отжимания. Показываю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Делаем. И... Слышь, ты, диджей, ты уже достал своими вот этими детсадовскими шлягерами. Да. Сыграй что-нибудь такое, такое красивое, такое классическое. Ну-ка, давай. Отжимаемся, девочки. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Играет музыка. Играет музыка. Взять! Что ж ты делаешь? Что ж ты делаешь, Наташка Нина? Вдать уже! Восемнадцатый вечер! Как вам не стыдно, Ольга Эдуардовна? Господи, пришли на занятия. Убила бы. Ну что ты лыбишься? Тебе стыдно? Стыдно тебе? Ага, не хорошо. Вкусно. Настроение весёлое. Что весёлое? Вы и так не можете ни рукой, ни ногой пошевелить. А сейчас вообще, Господи, с места не звенитесь. Я когда сытая, я всё могу. Пью, 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 шоу! Мы с вами побывали в секции по обезжириванию. То есть, ну, на занятиях фитнесом, юмор и спорт, надо сказать, благотворно влияют на здоровье человека. Правда, бывает так, что спорт – это когда спортсмены не пьют, не курят, следят за здоровьем, соревнуются на грани человеческих возможностей. А тысячи других людей за них болеют, пьют, курят и портят нервы и здоровье ещё друг другу. И вообще, пора понять, что идеальная семья – это спортивный муж, стройная жена и жирный кот. А не когда всё перепутано. А то ведь, как у нас зачастую, даже самый крутой спортивный тренажёр в домашних условиях превращается в вешалку. Это, говорю вам я, мастер спорта по толканию речей. Так что продолжим тренироваться в следующих наших программах. Юмор, юмор, юмор! Субтитры подогнал «Симон»